Пять ипотек. Да, у нас сейчас шестая, мы ипотечные рецидивисты. Вот из-за вас квартиры и дорожают. Да-да-да. То есть, еще раз, большой доход не равно финансовой грамотности. Ну, там, условно, я беру кредит, чтобы взять последний айфон. Ну, камон. Если ты не можешь заработать на последний айфон, значит, тебе не нужен он. 10 лет – это, еще раз, миллион двести, а 20 лет – это пять семьсот. Вот как работает эта магия. Здравствуйте, друзья. У нас в студии журналист, блогер-миллионник, автор подкаста «Дороже денег» Ксения Подерина. Ксении, привет. Привет. К слову, Ксения вместе со своим мужем закрыли сколько ипотек? Пять. Пять. Пять ипотек? Да, у нас сейчас шестая, мы ипотечные рецидивисты. А за это дают какую-то государственную награду? Нет, мне кажется… Я считаю, что надо давать. Нет, нет, за это не дают государственную награду, наоборот, знаешь, мне кажется, с подозрением, чем больше ипотек, с ним больше подозрением на тебя смотрят, вот. Но иногда это, когда у людей совсем много ипотек, это уже какую-то классовую ненависть начинают вызывать, потому что вот из-за вас квартиры и дорожают. Да, 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 да. Ну и второй любимый вопрос – у вас что, пять квартир? И уже вы купили шестую? Ну нет, на самом деле не так, потому что все пять ипотек, это не значит, что я как бы пять разных квартир покупала. То есть это была такая поступательная история из первой однушки в Челябинске, мы выросли там до большой квартиры в Москве, и плюс у нас там есть дача, загородный дом. То есть у нас вот это так, это не всегда была какой-то вот история там инвестиционной. То есть вообще у нас именно как инвестиционное жилье, вот только сейчас шестая ипотека, я купила студию, которая, ну, в перспективе, наверное, кому-то из детей. И вот у меня их трое, поэтому вообще надо было бы три купить, но я уже не успела, судя, потому что новые правила сейчас по семейной ипотеке, в общем, надо будет что-то другое придумать. После какой ипотеки появился азарт? Слушай, это вообще на самом деле, вот закрываешь одну и уже, то есть это всегда, знаешь, такое смешное, ты типа, господи, пожалуйста, можно я скорее эту ипотеку выплачу и наконец-то заживу? Как я устал, все, да никогда больше. И ты закрываешь эту ипотеку, проходит какое-то, на самом деле, короткое время, ты такой думаешь, ну, нормально, выжили же, отлично, все, окей, еще раз. И в общем, потом, и это не только у меня, судя по моим подписчикам, то есть все это пишут, что еще в итоге, еще, 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 потому что, когда ты закрываешь ее досрочно, я как раз учу людей быстрее досрочно выплачивать кредиты, то есть, ты понимаешь, да, если бы мы 5 ипотек каждый по 30 лет, я должна была бы прожить сколько лет? 200, ну, 150, еще сколько-то на жизнь, вот, нет, естественно, это все досрочно, и поэтому люди идут, там, по моим советам, по моим стопам, тоже быстро, досрочно закрывают и такие, о, классно, прикольно, рабочая схема, действуем дальше. Да, сегодня мы говорим, будем с тобой говорить, естественно, про финансовую грамотность, и знаешь, когда вообще этот термин кто-нибудь слышит, сразу появляется мнение, что, ну, какая, ребята, финансовая грамотность? То есть финансовая грамотность для тех, кто зарабатывает большие деньги, у кого есть, условно, что отложить, там, что накопить и так далее, как ты вот на это реагируешь? Зарабатывая много денег, ты не становишься априори финансово грамотным человеком, и простой пример, да, если вам кажется, что если вы будете зарабатывать много, это решит все ваши проблемы, давайте посмотрим на людей, у которых большой заработок, но при этом они в кредитах. У каждого из вас есть в окружении какой-то человек, может быть, это даже ваш начальник или ваш коллега, который зарабатывает, может быть, больше, чем вы, но при этом у него никогда нет денег, он сшибает во всем знакомом до зарплаты еще там тысячу. Люди, которые, например, занимаются банкротством физлиц, они также рассказывают, что супермиллионеры тоже банкротятся, у них просто долги, там, не 500 тысяч, а 50 миллионов или 100 миллионов. То есть еще раз, да, большой доход не равно финансовая грамотность. Когда к тебе идут, ну, там, деньги, да, ты каким-то образом их получаешь, к тебе автоматически не подгружаются в голову знания, как этими деньгами грамотно распорядиться. Поэтому я буквально настаиваю на том, чтобы люди учились распоряжаться любой зарплатой, любыми деньгами, то есть очень важно подружиться со своей, там, текущей зарплатой, и тогда твой рост доходов будет идти тебе на пользу. Вот это действительно тоже такое заблуждение частое, да, люди думают, просто я буду зарабатывать больше, и это сразу все решит. Ну, давайте так, я думаю, тоже многие проходили вот эти стадии, когда, например, ты зарабатываешь, там, 30 тысяч, и кажется, вот, если мне будет 50, я заживу. Вот просто я заживу, мне хватит на все, и у тебя уже 50, и ты думаешь, ну, теперь надо 100, например, и так далее. И это бесконечно, потому что с ростом доходов растут наши хотелки. Если раньше ты, там, хотел раз в год хоть куда-нибудь съездить, то потом ты хочешь раз, там, в полгода куда-то съездить, и уже не куда-то, а желательно в приличный отель. Если раньше тебя устроило бы три звезды, то сейчас ты уже, так, ну, пять, это очевидно, давайте просто выберем что-то из этих пяти, что-то более крутое или менее крутое. Если тебе не хватало денег, тогда тебе не будет хватать их и потом, если ты не научишься грамотно ими распоряжаться. А есть вот какие-то базовые прям правила, вот минимальные, с чего начать разгребать вот эту яму? Ну, конечно, смотри, ну, во-первых, любой бюджет, неважно, это бюджет семьи или бюджет государства, ну, вообще любой бюджет, он строится, вообще состоит на трех китах. Это учет, анализ и планирование. И вот эти вот три стадии ты проходишь всегда, должен пройти всегда. То есть мы начинаем с учета. Все люди абсолютно, которые раньше не вели семейный бюджет, но при этом испытывают финансовые трудности, сто процентов из ста говорят, я не покупаю ничего лишнего, у меня просто маленькая зарплата. Я это просто, понимаешь, я блог веду почти восемь лет, я эти все возражения отрабатываю в ежедневном формате. И все абсолютно люди говорят, я не покупаю ничего лишнего. Просто вопрос, что такое лишнее, да, у каждого из нас свои представления о лишнем, в кавычках. И плюс наш мозг устроен так, что он какие-то вещи может тебе немножко как будто бы сгладить, где-то ты не заметил, где-то ты еще что-то. В принципе, даже сама задача вести семейный бюджет, где-то экономить, мозгу тоже не нравится. Он думает, ну это что-то так сложно, слушай, какая-то новая история. Нормально же все было, что ты начинаешь? Давай как и как были, так и продолжим жить. Он тебе нарисует сразу какие-то страшные картины, что теперь тебе придется есть, не знаю, гнилую картошку и копаться в яблоках по акции каких-то самых дешевых. Нет, давай не будем вообще этим заниматься, давай просто, ну и так же все хорошо. Первое, с чего нужно начать, это нужно начать вести учет, записывать все свои траты, смотреть куда-то реально на что у тебя уходит. И тут, конечно, будет очень много открытий, сто процентов, даже не надо с этим спорить, это сто процентов будет у каждого. Когда ты начинаешь уже записывать все-все-все-все-все деньги и смотреть на что они тратятся, потом, ну где-то будет даже больно. Особенно есть такое очень прикольное упражнение, когда ты свои привычки и ежедневные какие-то мелкие траты, ну там типа, не знаю, ну вот самый элементарный пример, там кофе с собой, да, вот сейчас там распространено. Или там кто-то курит, не знаю, можно ли это в эфире сейчас говорить, господи, уже не знаю, что запрещено, а что разрешено, да, ну там кто-то, не знаю, каждый день покупает своему ребенку киндер, например, да. Сейчас кто-то скажет, господи, просто на киндер еще и покусились, просто на святое. Но если вы умножите это в масштабах месяца и масштабах года, вы ужаснетесь, потому что там даже, не знаю, кофе 100 рублей, если даже в день, и предположим, вы там даже каждый день, когда идете на работу, 22 рабочих дня, это 2 200 в год. И мы умножаем на 52 недели в году и получаем больше 100 тысяч, которые у нас ушли просто на кофе. А потом эти люди спрашивают, а почему я не могу поехать в отпуск? Ну, например, да? Ну вот потому, например. Ситуация прям, слушай, знакомая. Ну, слушай, я не зря 8 лет этим занимаюсь, просто я это все вижу, я сама это тоже все переживала. Первое, да, с чего мы начинаем, мы начинаем записывать. Второе, мы начинаем анализ, то есть у нас идет учет, анализ. Вот мы анализируем, мы смотрим, а куда реально деньги-то уходят, на что мы их тратим. Не надо прицепляться к этому слову лишнее, потому что это сразу, знаешь, как будто негатив, типа ты мог бы этого не покупать. Нет, просто для чего это делается? Для того, чтобы посмотреть правде в глаза и увидеть, ну, что реально у тебя происходит, да, какие у тебя реальные срочки в твоих расходах. И, возможно, увидеть здесь пространство, какие-то возможности для оптимизации, если они необходимы. Опять же, да, вопрос, нужно ли всем этим заниматься? Ну, если у тебя все хорошо, если у тебя есть накопление, если ты там, не знаю, на тебе на все хватает, ты путешествуешь, у тебя не бывает такого, что ты там лезешь в кредитку зачем-то. Ну, то есть у тебя все окей, ну, окей, живи, отлично. Ну, ведь давай посмотрим правде в глаза, у большинства не так, да, большинству хотелось бы большего. И здесь, возможно, как раз кроются ответы, что мы можем, может быть, от чего-то отказаться, где-то чуть-чуть оптимизировать, чтобы в итоге прийти к каким-то другим результатам. И следующее – это планирование расходов. Это вообще очень крутая штука, когда у человека есть границы трат. То есть, например, ты проанализировал и понял, что ежемесячно ты тратишь, например, 30 тысяч на продукты, да. Сейчас не будем цепляться к цифрам, я рандомно назвала, например, 30 тысяч. И ты бы хотел чуть-чуть, ну, ты понимаешь, что у тебя вот настолько бюджет вот прям все вообще вот по минимуму, да, ну, то есть уже даже не с чего сберечь, да, не с чего какие-то накопления сделать. Ну, попробуй договориться с собой, давай попробуем в следующем месяце прожить, ну, а не на 30, а на 25 тысяч, например. И это там 5 тысяч в неделю, например, да. И все, ты устанавливаешь эти границы трат и не выходишь за них. То есть, ты сам себе определил некую историю и просто не вылезаешь за нее. Ровно по такому принципу строится бюджет страны. То есть, есть бюджет, без бюджета выделены деньги, запланированы доходы и расходы, и дальше все это тратится. И такого быть не может, условно, да, ну, конечно, теоретически может, но, то есть, этого уже правительство и там министры стараются не допускать, чтобы было потрачено больше, например, чем было заложено. То есть, если, ну, как бы заложено столько и потрачено, ну, как бы, сорян, ждем следующего года, да, ну, например, если вдруг у нас приходят какие-то дополнительные деньги, ну, то есть, наш бюджет внезапно, в нем оказалось больше денег, чем мы запланировали, ну, тогда мы уже думаем, как их потратить со смыслом, да, эти деньги. Ну, то есть, тут дальше уже много вариаций, да, у кого-то может быть нерегулярный доход, у кого-то может быть сезонный доход, то есть, тут со всем этим нужно работать, но тут главное, что-то делать, понимаешь, вот сидеть, типа, да я ничего не покупаю, на самом деле, да просто у меня зарплата маленькая, вот зарплата будет больше, вот тогда и заживем. Ну, вот эта схема, она точно не рабочая. Ты еще сказала, вот эти, там, пять тысяч отложить, а как их хочется-то потратить на что-нибудь другое? Безусловно, поэтому, я вот сегодня как раз рассказывала, правильно должна быть механика, то есть, если ты сам с собой решил, что ты пять тысяч в месяц убираешь в копилку, значит, ты должен ее по-настоящему убрать сразу же, причем получил зарплату, убрал эти пять тысяч. Самое интересное, что ты не заметишь, что у тебя их как будто бы не хватило, это такая тоже удивительная способность денег, в общем, если будет их много, ты все потратишь, но если их будет мало, ты тоже все потратишь, но как бы ты особо не заметишь разницы между, там, у тебя было пятьдесят или сорок пять тысяч. Понимаешь? А ты, там, пятерку забрал. То есть, на качестве жизни это не скажется, скорее всего, там, ну, обычно все люди, которые прислушиваются ко мне и это делают, они говорят, слушайте, мы даже не заметили, как, хоп, правда, это пять тысяч, то есть, как будто бы их, как будто бы все нормально. То есть, не то, что мы, там, срочно перешли на вместо масла маргарин, понимаешь, такого нет, но при этом у тебя копится копилочка. И очень важно сделать так, чтобы не было доступа к этой копилке, чтобы ты не то, что, знаешь, вот эта схема, типа, я сейчас в своем банковском приложении открою накопительный счет или вклад, кину туда деньги, они будут копиться. Фиг вам, так не работает, потому что у тебя есть легкий доступ, ты, опять же, стоя у прилавка или, там, сидя дома с телефоном в магазине что-то увидел, тебе срочно хочется купить, спонтанная, очень желаемая покупка. И ты, естественно, пойдешь, эти деньги дернешь со своей копилки и потратишь, и найдешь тысячу и один аргумент, почему надо это сделать обязательно сейчас. Слушай, я летом начал вести расходы свои, я подтверждаю твои слова полностью, потому что спустя месяц, там, ну, допустим, возьмем абстрактное кафе. Я вот, я считал, что я в кафе вообще не хожу, ничего там дополнительно особо где-то не покупаю, и думаю, ну, максимум, максимум, если прям шоковать, условно, я потрачу пять тысяч в месяц. Месяц проходит, я открываю, а у меня пятнадцать. Как? Я так вообще, типа, я вообще пить-то не захожу, да, я вообще в кафе-то не бываю, да. А потом начинаю анализировать, ага, вот тут где-то шоколадку что-то купил, тут кофе взял как раз с собой, там, на съемки поехал. Да, да, тут где-то не успел позавтракать, или там не успел пообедать, тоже какой-то сэндвич перехватил, там, еще что-то, еще что-то, и так оно вот складывается в такие суммы, да. А это как надо вести? Это в тетрадочку записывать, это приложение вести, это экселевскую табличку. Ну, смотри, здесь нет единственного правильного ответа, тут нет такого, что вот так правильно сделать, а вот так неправильно. Правильно просто это делать, правильно вести бюджет, если ты особенно раньше этого не делал, чтобы увидеть реальную картину. Как ты будешь это делать? Ты выбираешь тот вариант, который удобен тебе, то есть это может быть и экселевская таблица, если ты любишь эксель, кто-то не любит эксель, я вот не люблю эксель, например. Ну, кто-то, вот я знаю, люди, есть фанаты экселя, которые готовы всю свою жизнь загнать в табличку эксель. Это может быть там заметки в телефоне, это может быть банковское, нет, не банковское, отдельное приложение, банковское как раз здесь не очень подойдет. Бывает отдельное приложение для ведения семейного бюджета именно. Кому-то в тетрадку удобно писать, просто от руки, ну, в общем, совершенно не важно, как ты это будешь делать. Главное, чтобы ты просто это делал, пробуй разные варианты и найдешь тот, который будет тебе наиболее комфортен. Слушай, а вот у тебя же трое детей, ты им какие-то правила с самого детства уже прививаешь? Есть очень хорошая фраза у родителей, если ты хочешь, ну, воспитывая детей, начинай с себя. Вот, и, конечно, они видят там наш образ жизни, они видят, как мы относимся к деньгам. И это все, естественно, впитывается просто на уровне каких-то ежедневных разговоров, поступков в магазинов, обсуждения каких-то тем. Типа, мама, давай купим вот это. И ты просто там объясняешь, почему, например, мы сейчас это не купим. Потому что, например, есть обязательные платежи, а есть необязательные. Есть расходы, которые мама не может, грубо говоря, вычеркнуть, да, там, не знаю, оплата по кредиту, например, у меня сейчас ипотека, да, или там оплата садика, да, или еще чего-то. А, например, там, условно твоя какая-нибудь 56-я игрушка, но это простенье приоритет, и вообще давай подождем Нового года. Сейчас тем более вообще так легко это говорить в конце декабря, вот. Ну, уже начиная с ноября уже можно эту тему включать. На таком бытовом уровне, конечно, мы постоянно общаемся. Вообще тема денег, она не должна быть запретной в доме. Это вот первый такой месседж, который хотелось бы донести, потому что, ну, я знаю, что есть люди, которые, для которых тема денег, это практически как тема интимной жизни, знаешь, там, вот он вырастет, разберется. Не надо сейчас его этим грузить, зачем это все, это такая сложная тема, это взрослая тема, ну, это не для детского, не для детского головы, ума, там, не знать чего-то еще. Ну, я считаю, что это неправильно, потому что дети очень рано сталкиваются в нашем, особенно в современном мире, и с мошенниками, и с финансами. И как только у них появляется паспорт в 14 лет, им уже там навязывают какие-то ненужные услуги. Вот сегодня тоже была интересная тема, рассказывали, что студенты становятся, по-моему, это называется дроппер. Это такая история, когда у тебя мошенники, например, крадут деньги, да, и ты отправляешь на какой-то счет. И я вот до какого-то момента не понимала, ну, блин, ну, в смысле, я отправила деньги на какой-то счет, а почему их нельзя оттуда забрать? То есть я, например, пошла, сразу в полицию обратилась, ну, известно же, куда они ушли, то есть это же можно отследить. С этого счета ушли деньги вот на этот счет, а почему их нельзя обратно-то вернуть? Ребята, как бы, что-то я никак не понимаю, не сходятся у меня. Объяснили мне потом уже в ЦБ, что это счет прокладка, то есть с него потом переводится дальше, потом где-то обналичиваются, и ты концов этих не найдешь. И вот этот вот счет прокладка, это может быть какой-нибудь школьников и студентов это тягивают, понимаешь, им говорят там за какую-то там денежку, да, им даже кажется, что они молодцы, и нашли легкий способ обогащения, а мама-то, как бы, ну, такая, понятно, что там они, там, старики эти на работу ходят просто за свои копейки, а я тут вообще по-легкому сейчас срублю, и я в дамках, понимаешь, и вот эти все вещи, конечно, надо с детьми проговаривать. То есть, ну, элементарно даже, как только ты ребенку телефон заводишь, ну, все, привет, сразу ему будут мошенники звонить. То есть мой 11-летний сын, он уже понимает, что там служба безопасности там какого-то банка, это не служба безопасности банка, да, или там еще кто-то ему звонит. Поэтому ты в постоянном диалоге должен быть, конечно, ну, постоянно как-то обсуждать, говорить, ну, не знаю, это нет такого, что, ну, давай сядем, поговорим про деньги. Ну, так не работает, нужно вот прям с какого-то очень малого возраста потихонечку их в этот мир вводить финансовый. Я почему спрашиваю, со мной, допустим, в детстве особо про деньги не говорили в плане какой-то именно финансовой грабности. Единственный урок, который я помню, и он у меня до сих пор, какая-то установка, которую я пользуюсь, это ни в коем случае не брать кредиты. Вот что хочешь, не бери кредиты, никогда в жизни. Вот, и вообще, насколько вот родительские вот такие вот установки потом влияют на твое финансовое поведение? Слушай, ну, они, безусловно, влияют, я тебе больше скажу, у нас, в принципе, в нашей культуре, там, вшиты очень многие установки. То есть, если ты посмотришь на наш фольклор, просто даже, у нас кто добрый герой? Бедняк. А богач, это плохой герой. Это какой-то подлец, глупец, то есть, он какой-то недалекий, который разбогател, жадный, и разбогател нечестным путем, сейчас сидит на своих сундуках с золотом, никому ничего не дает и ведет себя просто, как не знаем кто, то есть, самый отрицательный персонаж. А вот этот, он такой бедный, честный, но хороший, и судьба его потом вознаградит, как-нибудь там щука приплывет или там еще кто-нибудь придет. Какое-то чудо произойдет. Чудо произойдет, хоп, и он в дамках. Нас на этом воспитывали, понимаешь, нас всех, и мы из поколения в поколение это несли. Естественно, это сказывается на людях, люди растут, просто мы сейчас перенесем во взрослую жизнь. Огромное количество людей считают, что невозможно заработать больших денег честным трудом. И ты когда начинаешь с ними об этом говорить, ну давай конкретно, то есть, огромных денег это сколько, например? Ну, там человек говорит, ну я не знаю, ну 100 тысяч нельзя заработать честным трудом. Говоришь, хорошо, давай так, стоматолог, он больше зарабатывает? Ну больше. Он нечестным трудом зарабатывает? Ну, типа, то есть он же, понимаешь, он же никого там не убивает, не грабит, не затягивает финансовые пирамиды. То есть, по-любому он зарабатывает честным трудом. Какой-нибудь крутой хирург, там, кардиолог, он нечестным трудом зарабатывает свои там большие зарплаты, да? Честным. И я сейчас еще приведу, я тебе больше скажу, например, я помню, как-то у меня на курсе была женщина, она говорит, я работаю в клининге в Москве. И она, конечно, там, она пашет, по две квартиры в день убирает. Она зарабатывала тогда 150 тысяч. Сейчас курьер в Москве 200 зарабатывает, средняя зарплата. Можно ли сказать, что это заработаны деньги нечестным трудом? Ну, как бы, нет, правильно, бедный курьер, сколько он там бегает с этими сумками. Я к тому, что вот эти все установки, конечно, они, люди тащат это все во взрослую жизнь. Как бы, плохая новость в том, что эти установки есть у нас у всех. У тебя, у меня, мы все, убрав что-то одно, мы потом сталкиваемся с чем-то другим. Это, знаешь, такое, как будто такой лук, то есть ты снимаешь какие-то слои, а там еще новые слои. Это какой-то бесконечный процесс. Но хорошая новость в том, что ты можешь избавляться от каких-то установок. При этом не от всех установок нужно избавляться. Есть установки, от которых не нужно, потому что они не являются негативными. То есть это какие-то твои убеждения. Если очень захотеть, можно, не знаю, купить квартиру на патриках. Ну, вот если прям сильно постараться, то она у тебя будет. То есть если ты будешь очень сильно стараться, очень много работать, то у тебя будет практически все, что ты захочешь. Это тоже некая установка, но я не считаю, что мне нужно от нее избавляться. Я ее с удовольствием буду холить и лелеять в себе и на ней опираться, на нее опираться и передавать это своим детям. Что вот смотри, там на своем примере я тебе показываю, что из простой девочки из Челябинска я смогла вырасти и финансово, и в профессии и так далее. То есть это тоже некая установка, но она не требует коррекции, скажем так. Мысль, например, что, ну вот там, большие деньги не заработать честным трудом, это, я считаю, надо убирать. Или, например, знаешь, вот очень распространенная история, но ты как мужчина, возможно, с этим не сталкивался, это такая женская тема, что если твой мужчина будет зарабатывать много, он по-любому начнет тебе изменять, у него начнется… Есть такое? Есть, да. Очень многие женщины думают, что начнется вот этот, знаешь, вот разврат, сауны, бани, там, какой-то он идет из семьи, его уведет какая-нибудь молодая секретарша, и вот это вот все. Ну, мы знаем столько примеров, ты что, сейчас мы тебе раз, два, три, вот у моей соседки, а вот у моей племянницы, а вот помнишь, дядя Петя, он же вот ушел от своей жены к молодой, потому что, смотри, ну, молодая-то на что повелась? На деньги? Ну, как бы, и вот все. Ну, на что еще, собственно, конечно. Ну, естественно, да. И вот, понимаешь, и вот ты хоп-хоп-хоп, и вот такая вот у тебя получается некая конструкция в голове, которая тебе что дает? Ну, это же как бы некий сигнал опасности, то есть твой мужчина сейчас разбогатеет, станет крутым и привлекательным, сразу появится толпа желающих, и ваша семья распадется. Наверное, тогда не надо ему вообще, как бы, туда стремиться, ну, как бы, плохенький, ну, свой тут рядышком сидит, и, как бы, зарплату носит, и нормально, понимаешь? Или еще одна установка такая тоже распространенная, с которой я много сталкивалась среди своих знакомых. Когда девушки начинают активно развиваться, хорошо зарабатывать, куда-то двигаться вперед, у них появляется страх, страх, что это приведет к расставанию с мужем, к разводу, потому что она перестанет его уважать, потому что она будет зарабатывать больше, и, соответственно, ну, типа, она такая конь с яйцами, а он такой вот, ну, какой-то вот мужичонка при ней, там, типа, понимаешь? И она, боясь вот таких последствий, начинает думать, ну, нет, я, наверное, не буду тут лишние звезды с неба срывать, лишние шаги сделать к своему успеху, потому что, там, мой мужчина, он не может мне, там, ну, как бы, вот за мной угнаться, поэтому, если я не хочу его потерять… Или там его мужское эго не простит. Вот, вот это вот мужское эго не простит вообще просто, да, вот мы точно… В общем, короче, мы точно расстанемся, если я начну зарабатывать больше, чем он, вот. Тут тоже это надо, с этим надо работать, тут, как бы, все это, если это мешает себе на самом деле, то, конечно, надо это убирать, вот. Потому что это не, это не правило, понимаешь, это не истина последней инстанции. Есть вещи, которые являются, ну, там, мы точно знаем, что так делать не надо, но это не относится к этой категории, вот. Это всего лишь, возможно, чей-то жизненный опыт, который совершенно не факт, что будет с тобой. Слушай, ну, вот моя, допустим, остановка, которая мне передалась, то есть ни в коем случае вообще не приближайся к кредитам, она, ее надо искоренять или ее лучше оставить? Ну, смотри, если вообще все кредиты, то есть я за ипотеку, давай так. Ипотека – это тоже кредит, ну, на самом деле, да, просто это кредит большой на недвижимость и с залогом и так далее. Ну, объективно говоря, накопить на квартиру без, ну, то есть взять без ипотеки, но это мало кому удается, это только редкие, исключительные люди могут себе позволить, просто, ну, как кто-то из миллиардеров, помню, я какое-то смотрела интервью, типа, зачем вам ипотека, пойдите и просто купите, ну, вы что, дураки, что ли? А на сдачу какую-нибудь дачку еще себе возьмите, ну, это просто мем. Ну, так, такого, к сожалению, могут позволить себе не все, поэтому ипотека – это отдельно. Оставляем. Это хороший кредит, скажем так. Все остальное я, скорее, против, то есть я, у меня нет кредитных карт, никогда не было и, дай бог, не будет. То есть дай бог в смысле, чтобы, дай бог мне дожить до такой ситуации, чтобы мне не пришлось занимать, там, у банка. То есть я не пользуюсь кредитными картами и рассуждаю, что нет кредитки, нет проблем. Да, я знаю, что есть люди, которые умеют очень грамотно распоряжаться кредиткой, используют ее, там, по-хитрому, там, то есть у них там целые схемы и так далее. Но это подходит только очень дисциплинированным людям, очень финансово грамотным. И 99% людей не справятся с этим, поэтому действительно нет кредитки, нет проблем. Потребительский кредит – это, понимаешь, тоже такая история. Очень-очень-очень-очень редко, когда я бы сказала, что, ну да, это оправдано. В большинстве своем это получается, люди почему берут? Либо они что-то хотят, то, чего они на самом деле не могут себе позволить. Ну, там, условно, я беру кредит, чтобы взять последний айфон. Ну, камон. Если ты не можешь заработать на последний айфон, значит, тебе не нужен он. Ну, то есть, либо накопи, подожди, там, не знаю, ну, в смысле, подожди, пока ты копишь, да, либо, ну, но если он тебе не по карману, ну, зачем, зачем ты это делаешь? Если, например, там, ситуация, там, мне нужно делать ремонт, или у меня сломалась машина, и мне нужно ее отремонтировать. Это все признаки абсолютно финансовой безграмотности, потому что на такие вещи у тебя должны быть накопления, должна быть подушка безопасности. Она для того и собирается нами. Это же не просто деньги, такие какие-то деньги ради денег. Мы имеем, ну, мы, в смысле, я, там, моя семья им, люди, которые читают мой блог, и которые прислушиваются. Подушка безопасности нужна для того, чтобы, когда случается вот такая ситуация, там, срочно сломалась машина, и срочно нужно ее чинить, ты не у банка шел занимать, а ты у себя взял, понимаешь? А потом, там, эту кубышку, соответственно, когда придет хорошее время, пополнил. Там, не знаю, заболел, не вышел на работу, надо платить кредит, ты у себя занимаешь, а не у банка. То есть, вот это все, это признаки финансовой безграмотности. Это значит, что у человека нет подушки безопасности. Да, возможно, я понимаю, что есть какой-то, там, один процент из 100, наверное, когда человек и подушку проел, и там еще что-то, и уже, там, надо кредиты брать, там, не знаю, какая-то очень большая, тяжелая, продолжительная болезнь. Я понимаю, такое может быть. То есть, я, конечно, оставляю какой-то процент, да, что такое может быть, безусловно. Но, наверное, 99,9% это все-таки не эта история. Это все-таки история про то, что мне срочно понадобилось что-то, и я беру кредит, а что такого? И вот сразу эти аргументы, что я лучше сейчас возьму и буду этим наслаждаться, чем потом я буду, чем я буду ждать и копить, и так далее, и так далее. Ну, это немножко такая невзрослая позиция. То есть, так лучше не делать. Вот смотри, ты еще раз упомянула подушку безопасности, и мы сейчас плавно будем переходить к семейному бюджету, но чтобы понимать, вот я, допустим, получаю, любой человек получает зарплату на условно 50 тысяч в месяц. Как ему и на что распределить? Там есть какие-то процентные соотношения? Да, да, есть такая, скажем так, идеальная формула семейного бюджета, которая называется 50-30-20, по ней 50% должно уходить на обязательный расход, 30% на нерегулярные, необязательные, такие нерутинные, а какие-то… Ну, сейчас объясню дальше. И 20% это в идеале отправлять на накопление, на инвестиции, на ваше будущее. Это идеал, к которому нужно стремиться. Понятно, что если человек посчитал такой, не, у меня не так, значит, какая-то фигня. Но это не значит, что формула плохая, это значит, что просто ваш бюджет далек от этого идеала. Чем хороший идеал в том, что если ты подвелся в бюджет к этой формуле, значит, тебе будет на все хватать, у тебя будет все хорошо, ты просто в шоколаде считай. Вот, то есть, если, например, там, понятно, что 50 тысяч – это не какие-то, да, гигантские деньги, но если ты умудряешься в 25 тысяч, в половину с этих денег, да, запихнуть все свои обязательные платежи, это еда, коммуналка, проезд, не знаю, оплата детского садика, может быть, какие-то курсы, там, не знаю… Кредит какой-то тот же самый. И кредит, и кредит обязательно, да. То есть на этом месте, как правило, все ломаются, потому что люди умудряются взять там ипотеку с платежом в ползарплаты. Все, мы уже выпали из формулы очень сильно. То есть если мы добавим обязательные платежи, мы придем к тому, что у тебя уйдет там 80 или 90 процентов зарплат на обслуживание вот этой истории, это плохо. Это очень, ну, как бы, это неправильное соотношение, которое, знаешь, к чему приведет? К тому, что человек либо наберет еще больше новых кредитов, ну, скорее всего, к этому и приведет, потому что ипотека берется на долгие годы. И мысль такая, что, ну, я вот сейчас возьму как-нибудь там, ну, как-нибудь перекручусь там, что-то это, она не очень правильная, потому что ты не можешь 30 лет, типа, я не покупаю ничего лишнего. Ну, камон, понимаешь, завтра у тебя ботинки порвутся, послезавтра, как это, любимый мемчик, только соберусь разбогатеть, то сахар закончится, то трусы порвутся, понимаешь? Вот что-нибудь случится из этого 100 процентов, и что-то будешь делать, ты пойдешь, возьмешь кредитку или потреб кредит, или еще что-то. И все начинает как снежный ком расти, и вот мы приходим к финансовой яме, из которой уже невозможно выбраться. Если какая-то вот такая ситуация, вот вы сейчас, например, смотрите и такие думаете, так, что-то я, походу, уже очень далек от 50-30-20, значит, либо вам нужно думать о том, как сокращать обязательные расходы, ну, то есть что, где вы можете сократить, какие строчки убрать, что оптимизировать, либо срочно думайте над, ну, желательно и то, и другое, над увеличением дохода, то есть какую-то подработку искать, чтобы у вас вот это соотношение стало другим, чтобы в вашем новом доходе вот эти обязательные траты все-таки там не 80%, не 90% были, а к 50%, да, приближались. 30% это нерегулярные расходы, это одежда, обувь, не знаю, косметолог, маникюр у девочек, там, стрижка, ну, стрижка у мужчин почти к обязательным, ну, в общем, ладно, там, траты, скорее всего, они такие большие, ну, короче, что там, нельзя, день рождения у коллеги скинулись, что-то такое, кто-то, и люди обычно тут цепляются, говорят, в смысле косметолог не обязательный, он очень даже обязательный, но если ты можешь этого косметолога вписать в эти 50% в рутины, окей, ты молодец, но если ты его не вписываешь, ну, давай не будем заниматься самообманом, 30% ты тоже для этого и нужны, чтобы ты просто вот эти деньги, как бы я назвала, на жизнь, да, которые у тебя там лежат на карточке, ты раскидал все в обязательное, все, и вот что-то себе оставил, какую-то сумму, которую ты потратил, где-то на кофе, где-то там с друзьями в бар сходил, где-то там, не знаю, еще что-то сделал, то есть вот такая вот история. И 20%, то есть из этих 50 тысяч, желательно 10 тысяч, да, ну, если сейчас не очень ситуация, конечно, сразу 20% сложно будет, пусть это будет хотя бы 10%, убрать в накопление, причем убрать так, чтобы... Ну, как мы говорили, куда-то, чтобы не было доступа, желательно под какой-то процент, чтобы не съела инфляция. К семейным финансам. Давай возьмем такую ситуацию, молодая женатая пара, вот они все обручились, у них новая семья, и зашел разговор про семейный бюджет, как им его вести, что делать, а потом мы перейдем к тому, когда жена ушла в декрет, и муж остался, по сути, ну, единственный кормилиц. Кормилиц, да. Ну, смотри, я с высоты своего семейного опыта, в следующем году у нас 20 лет, как мы с мужем женаты, я тебе скажу так, те договоренности, которые у вас будут там, на берегу, вот после того, как вы вышли из ЗАГСа, это не факт, что вы, скорее всего, вы не будете тащить их всю жизнь, потому что все меняется, потому что сегодня больше зарабатывает муж, а завтра больше зарабатывает жена, а послезавтра она ушла в декрет. Как бы договориться, да, это правильно, но в то же время, ну, и не факт, что вы это вот раз и навсегда договорились, да, то есть эти договоренности могут меняться, это нормально, потому что, ну, обстоятельства жизни тоже меняются. Что важно, это не умалчивать тему, в принципе, финансов. Ты знаешь, я очень-очень часто с этим сталкиваюсь, с тем, что люди вообще как будто бы в браке не могут поговорить про деньги. Вот просто, ну, то есть вот спроси, например, жену, сколько зарабатывает муж? Она говорит, я не знаю, например. А муж знает, сколько ты зарабатываешь? Я тоже не знаю. А на что он тратит деньги? Понятия не имею. А он знает, как ты тратишь? Ну, нет. Ну, то есть вот, и люди не могут даже обсудить внутри семьи. Это не значит, что все вы все должны давать друг другу отчет. Так, я сегодня купила прокладки, а я сегодня купил себе, там, не знаю, пончик. Ну, как бы, давайте запишем. это, хотя так тоже можно. Но это дело не про отчет, дело про некую открытость в этом вопросе, про доверие, про то, чтобы эта тема не была табуирована. Ты знаешь, вот я делал, где есть подкаст, и там, прямо в первом же выпуске был выпуск с очень классным психологом Анетой Орловой, и мы говорили, у нас прям тема позвучала, как не ссориться из-за денег в семье. Как мужу и жене, партнером, там, парню, девушке. В основном, все-таки это муж и жена, потому что уже общий бюджет. Как им не ссориться на эту тему. И она говорила, она очень много крутых всяких вещей рассказывала, в том числе, она говорила о том, что мы все по-разному представляем, что такое деньги. То есть, например, для одного человека деньги, это может быть свобода, а для другого человека это может быть безопасность, а для третьего человека это власть, а для четвертого там еще что-то. И тут хорошо бы понять, что для вас деньги, что для вашего партнера деньги. Потому что, если для вас деньги это безопасность, то вам очень важно будет, чтобы у вас все счета были вовремя закрыты, чтобы у вас была подушка безопасности, слово безопасность, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, чтобы вы чувствовали себя уверенно, чтобы вы не боялись по поводу завтрашнего дня, чтобы вы знали, что у вас все под контролем. Понимаешь? Тогда вы спокойны. То есть, например, я не могу себе представить, что у меня не было вообще никаких накоплений. Мне кажется, я с ума сойду просто от мысли, что вдруг завтра что-то случится, а мне нечем платить за это. Или, например, я не сяду за руль, не поеду никуда, не имея страховки. Потому что я знаю, что я настолько удачливый человек, что по-любому что-то случится, кирпич мне прилетит на эту машину. Но, к сожалению, у меня разные ситуации бывали. И я знаю, что все может быть, все может случиться, и поэтому без страховки я никак, например. То же самое с финансовой подушкой, ну никак. Вот, а если, например, ваш партнер, вот он представляет себе, что деньги это свобода для него, типа, так появились деньги, берем билеты на Бали, будем серфить, там, давай еще что-нибудь, еще что-нибудь, туда погнали, сюда погнали. Ему не нужны вот эти элементы безопасности. Для него вот деньги пришли, они должны сразу вот как бы так дать мне крылья куда-то лететь. Вот, и тут, понимаешь, ну, если люди хотят жить вместе долго, счастливо, им придется договариваться и учитывать интересы обоих. То есть в этой ситуации мужу надо все-таки услышать жену, да, и прийти к тому, что ну давай все-таки, да, что-то будем иметь, какой-то загашник, там, вовремя за все платить, иметь подушку безопасности и жене услышать мужа, которому нужно иногда, ну, просто почувствовать себя, вот этот вот кайф от свободы, которую он покупает за деньги. Куда я ушла? А, кстати, по поводу декрета еще хотела сказать. Это тоже такая частая ошибка молодых пар, когда они берут ипотеку. То есть они считают свой бюджет, исходя из того, что оба сейчас работают, зарабатывают и общая сумма, да, общая сумма располагает. И почему-то не думают о том, что на протяжении, там, этих многих лет ипотеки случится декрет, а может быть даже не один, и на мужа упадет не только содержание, там, троих, например, человек, да, себя, жены и ребенка, но еще и ипотеки. Он вообще в состоянии вытянуть вот это все или, ну, как бы не очень. И, конечно, такие вещи, когда ты берешь кредит, нужно сразу это продумывать, потому что тут на авось, ну, как бы не получится. Ты так говоришь про семейный бюджет, как будто бы уже априори он есть. Потому что я слышу много версий от молодых пар семейных, что вот то, что получает жена, это ее деньги. Да, деньги мужа это общее, да, это такая, ну, тоже одна из очень распространенных установок. И я до сих пор, знаешь, листаешь там где-нибудь в соцсети какие-нибудь там рилсы, шортсы, да, и там так часто вот эта мысль, что деньги жены это деньги жены, деньги мужа это общее. Я не буду с этим спорить, потому что каждый, как бы считает, как нужным, так он и окей поступает. Тут, знаешь, вопрос, а какие у вас там общие цели? А, например, там, ну, вот деньги жены это деньги жены, деньги мужа общие. Например, жена говорит, вот что-то мы тут сидим в своей однушке, давай, может, как-то расширяться. А кто должен этим заниматься? А как мы будем этим заниматься? Ну, давайте вот немножко эту инфантильность убирать, как-то по-взрослому смотреть на этот вопрос. Ну, я стою на том, что муж и жена, они в первую очередь партнеры, они команда, у них есть общие цели, и они к этим целям вместе идут. Свалить все там условно на одного мужа, типа, давай-ка ты тут как-то решай вопросики. Ну, в принципе, как бы позиция, но, ты знаешь, тут можно немножко стечь в другую, как бы, историю. Я вот хотела бы чисто как-то по-женски, да, наверное, может быть, предостеречь кого-то. Когда девушки начинают эту тему, типа, я вообще, у меня вот лапки, я выбираю платьишки, а деньги, ой, нет, это дело мужа. Это, к сожалению, очень часто плохо заканчивается, потому что есть такая очень хорошая фраза, деньги у взрослых, у взрослых. То есть мы, как я, как мама, да, у моих детей нет денег, я взрослая, я распоряжаюсь деньгами. Если ты занимаешь детскую, инфантильную позицию такую по жизни, и деньги в семье у взрослого, то есть у мужа, который как папа, ну, в этой парадигме выступает, то есть она такая доченька красивая, а он такой папочка, который вот такой сильный, заботливый и при деньгах. Ну, ты знаешь, к сожалению, никто не застрахован, эта доченька не застрахована от того, что однажды папа решит, там, как раз сменить ее на какую-то другую, там, доченьку. И она что, простите, делать будет? То есть она находится в очень уязвимой позиции, и от этого вообще никто не застрахован. Поэтому если, ну, немножечко наперед смотреть, все-таки хорошо бы, чтобы у женщины была какая-то финансовая независимость, какие-то, там, не знаю, источник заработка, что-то еще, чтобы она всегда знала, что в случае какого-то форс-мажора, а он может произойти, она, ну, мягко говоря, не пропала. И даже если, окей, мы отбросим ситуацию замены жены на жену, там, да, вот этого всего, к сожалению, хотя это тоже очень, мы знаем, ну, случается все-таки, да, это жизненная история. Например, история, которую я тоже наблюдала еще давным-давно, я помню, это были знакомые моих родителей, прекрасная семья, двое сыновей, жена не работала, она была по образованию библиотекарем, ну, мы понимаем, сколько зарабатывают библиотекари, разрабатывали, зарабатывают, и, возможно, будут зарабатывать, это не самая денежная профессия, да, и она даже не работала, потому что, ну, типа, зачем, как бы, вот эти копеечки, они вот не играют никакой роли, она просто воспитывала двоих сыновей, и все было прекрасно, у нее был любящий муж, и они, у них был дом полная чаша, знаешь, как говорится, но в какой-то день у нее, к сожалению, муж попал в аварию и разбился, просто, ну, то есть, понимаешь, раз, и нет человека, я помню, сижу, я была еще тогда подростком, я думаю, а как она будет сейчас, ну, а как, ну, то есть, а что, что, что ей делать, у нее вообще ничего нет, ни профессии, там, да, толком, ни работы, у нее два сына, ну, в общем, это такие, знаешь, моменты, которые, видимо, отпечатываются у тебя где-то в голове, и ты делаешь выводы о том, что, например, ты бы не хотел быть, я бы не хотела быть на месте этой женщины. Оказаться в такой ситуации, конечно. Позиция – это недорого, ты просто мало зарабатываешь, это туда же, но, допустим, пара, жена или девушка говорит, слушай, я хочу, ну, у обоих средний доход, я хочу, я не знаю, еще одну поездку за границу. Муж говорит, ну, слушай, это, ну, дорого. И она говорит, это недорого, ну, это просто, ну, ты мало зарабатываешь. Ну, видишь, как, я никогда не относилась к таким девушкам, потому что я всегда старалась сама тоже наносить большой вклад финансовый в семью, и всегда работала, и до брака, и дальше. Я рассуждаю так, если я хочу куда-то поехать, я пойду и заработаю на эту поездку. Если мне надо, ну, то есть я не буду уходить и просить, и уж тем более кого-то подпинывать и так далее. То есть понятно, что есть какие-то общие цели, но это не уже уровня поездки, это что-то из серии, там, давай квартиру побольше, да, там, с тобой, и будем вместе к этому идти, давай возьмем новую ипотеку, давай еще что-то сделаем, а теперь я хочу дом, например, да? Но, опять же, мой муж понимает, что мое, я хочу дом, это не значит, что, ну-ка, милый, иди-ка ты и заработай теперь на этот дом. Он понимает, что я буду включена в этот процесс не меньше, чем он, вот, поэтому мы просто берем и делаем это, вот. Ну, не знаю, мне кажется, что я так рассуждаю, что никто никому не должен ничего. Давай поговорим про мам, пап, бабушек и дедушек. Я сейчас зачитаю небольшое сообщение, которое мне прислала мама, она же пенсионного возраста. Моя мама, да. Из какой-то группы, которая называется «Мы пенсионеры». Президент утвердил новогоднюю выплату в размере 50 тысяч рублей для всех хозяйян в рамках госпрограммы «Подарок в каждый дом». И она говорит, мне нужна эта выплата. Да, оформим ее. Слава богу, что она пишет себе, а не пошла сама ее оформлять. Вот, да. Как общаться, как объяснять с бабушкам, дедушкам, мамам и папам, что, ну, вот как им предостеречь их от этого, защитить их от этого? Ты знаешь, это на самом деле очень тяжелый вопрос, потому что, как бы, своим детям мы можем запретить что-то, но мы не можем запретить это родителям. Вообще нет. И несмотря на то, что тебе кажется, да, что ты знаешь больше, лучше и в этом лучше разбираешься, ты никоим образом, ну, если, конечно, не захочешь по суду лишить их там вообще всех прав, но это совсем уже, ну, то есть, если там не деменция у человека, и он там не теряется в пространстве, если он обычный адекватный человек, ну, конечно, ты же не будешь доходить до такого абсурда, чтобы его признавать там недееспособным, да? То есть, мы берем ситуацию, что он дееспособен, и тут, ну, ты знаешь, ну, естественно, разговоры, 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 то, что она тебе написала, это прям сразу вот прям большой плюсик, потому что она реально не пошла это делать сама, не пошла по каким-то ссылкам, не стала общаться с какими-нибудь мошенниками, не отправила свои персональные данные кому-то, не стала ничего заполнять на каком-нибудь сайте, то есть, она молодец, что она хотя бы обратилась к тебе. Потому что миллион раз я уже про это говорил. Значит, работает, смотри, значит, не все было, не просто так и не впустую, значит, у нее отложилось, что я пойду лучше спрошу у своего сына. Это уже... Это классно. Это классно, да. Ну, дальше ты что, говоришь, мамочка, молодец, что ты мне написала, это мошенники. Вот смотри, не зря я тебе об этом 58 миллионов раз говорил, как раз тот самый случай, ты чуть не попалась, видишь, я тебя сейчас от этого предостерег. Вот, то есть, мы закрепили результат. А так, ну смотри, есть, сейчас прорабатывается закон, по которому могут, возможно, внедрят сервис, он называется, до второй руки, если не ошибаюсь правильно, но уточни название. Он уже есть в самом главном банке нашей страны, не будем называть его название, но он, Анадина, самый известный банк с зеленой эмблемой. У них уже это есть, эта история, по которой человек, твоя мама может обратиться в банк, но только она должна делать это сама, ты не можешь это сделать за нее. Она должна обратиться туда и просто она делает заявление, что я думаю, что это можно даже как-то онлайн решить, чтобы при каких-то операциях свыше какой-то суммы, ну, например, 10 тысяч рублей, какой-то лимит, вот все, что с ее счета больше уходит, чтобы банк брал у тебя разрешение. То есть ты будешь неким дополнительным контролером в этой ситуации. Ну, то есть, понимаешь, чтобы никакие мошенники ее не развели. У меня разрешение брать. Да, у тебя как у сына. То есть она может доверенным лицом сделать тебя, или, там, не знаю, у тебя, может быть, муж у нее там есть, или еще какие-то родственники. То есть, ну, кто-то, кто помоложе, больше в этом соображает. То есть ты подключаешься, вот, как некое доверенное лицо, и, соответственно, при любом списании средств, больше некого лимита, который вы оговорили, банк обращается к тебе. Вот, ну, то есть это как дополнительная такая вот подстраховка. Дальше, следующего года должен заработать закон про запрет, например, самозапрет на кредиты. Я считаю, что когда он заработает, его обязательно надо эту историю сделать всем родителям, поставить этот самозапрет. Он будет, его можно будет установить через госуслуги. То есть ты, там, ставишь определенную, там, галочку, ну, в нужном месте, да, когда это заработает. И таким образом никакие мошенники, никто не может оформить кредит. Единственное, что этот самозапрет начинает работать через два рабочих дня, по-моему, или что-то такое. Ну, там, надо нюансы выяснить. И успокоить можно родителей, что это не навсегда. То есть ты не то, что, знаешь, такой подписался, и как бы навсегда ни одного кредита тебе не дадут. Нет, конечно, ты потом можешь его снять сам же, да, и через, там, тоже пару дней, там, информация доходит, и ты уже, если тебе реально этот кредит нужен, ты его возьмешь. Ну, по крайней мере, вот эти все истории, когда звонят старикам, разводят их на какие-то, там, деньги и на кредиты, или мошенники берут на них кредиты, или еще что-то, вот, ну, хотя бы вот тут тоже будет какая-то дополнительная такая подстраховочка. Ты знаешь, еще вот такой момент, возможно, тебя как-то это морально успокоит, и, ну, тебе, возможно, понятнее будет. Вот представь, не знаю, у тебя есть дети? А пока нет. Ну, вот представь, что они у тебя, ну, будут, да, и представь, что тебе будет, там, 60 лет. И твой ребенок, 20-летний, например, придет, скажет, пап, ты знаешь, ты вот нифига в этой жизни не понимаешь, а давай-ка ты сейчас все свои траты будешь передо мной отчитываться, а давай-ка ты мне будешь со мной тут советоваться. И ты на него посмотришь и подумаешь, слушай, сынок, я тут вообще-то жизнь прожил, и давай-ка бездавай-ка. Вообще-то это мои деньги, и мне решать, что с ними делать. И, конечно, мы эту всю историю затеваем из заботы о них, да, но в то же время это тоже может быть немножко гипер, да, какая-то история. Гиперопека. Да, гиперопека. И в то же время, понимаешь, это и в обратную сторону работать. Представь, если твоя мама сейчас скажет, слушай, ты там что вообще, ипотеку-то взял уже? А девчонки почему до сих пор не взял? А на что деньги тратишь? А ну-ка давай-ка, прекращай вот это вот все. И тебе тоже будет неприятно, потому что ты взрослый человек, ты сам зарабатываешь. Это твои деньги и так далее, и так далее. У тебя тоже это вызовет некое отторжение, ну, типа, мам, ну, как бы, мне же не 15 лет. И они себя ощущают так же, что им не 15 лет, да, что они не дети, они в состоянии распоряжаться там своей пенсии сами. Да, возможно, конечно, тут можно им говорить, что, мам, ну, пойми, пожалуйста, что по твоим долгам потом придется платить мне. Это будут мои долги. То есть, и мне придется потом это все решать. И ты меня подставляешь, грубо говоря. Да, это тоже некий аргумент, который она, скорее всего, услышит в этой ситуации. Но и классно все-таки, что она тебе сообщила, значит, все-таки работает. Так или иначе, в последние годы, то тут, то там, я слышу такую вещь, как движение Фаер. Движение Фаер это, насколько я понял, движение, которое учит тебя распоряжаться своими финансами так, чтобы выйти на пенсию лет к 30. Прекрасно. Так. Как ты вообще к этому одной? Вообще, это возможно выйти на пенсию в 30 лет? Ну, смотри, наверное, какой-нибудь Цукерберг может выйти на пенсию, да, и не работать. Ему не 30, сколько ему там, 40, наверное. Ну, то есть, это в зависимости от того, как ты успел ли ты сколотить состояние, и как ты распоряжался этими деньгами, да. То есть, условно, мы видим пример условного, там, Дани Милохина, который взлетел, как ракета, купил Maybach, еще что-то купил, и все свои гонорары сливал, да, в свои там, сколько ему, 19 или сколько лет, ну, то есть, совсем юный, да, парень. То есть, можно так потратить деньги, можно основать какой-то бизнес, там, не знаю, стартап, что-то там еще, и действительно так раскрутиться, иметь такое состояние, что там в 30 лет уже позволить себе не работать на серфе где-нибудь на Бали, на Шри-Ланке или в Австралии классно проводить время. Ну, то есть, да, наверное, так бывает. Я тебе скажу такую историю, вот, когда ты занимаешься инвестированием, там вся эта история, там вся, там, как бы крутизна, да, этой темы, она заключается в таком понятии, как сложный процент, волшебство, магия сложного процента, но здесь нет никакой эзотерики, я сейчас не предлагаю вам загадать желание и выпустить шарик, чтобы это волшебство случилось, нет. Почему это называют, там, волшебством или магией? Потому что это действительно вызывает вау-эффект. Если ты сейчас зайдешь в интернете, например, калькулятор инвестиций, и просто посмотришь, хочешь, можно прямо при тебе сейчас это сделать, как это будет меняться. Смотри, давай я сейчас возьму свой телефон, сейчас, так будет проще. И мы, ну, ты можешь параллельно это делать, заходи на сайт, называется kalkus.ru, через си пишется. Здесь будет на экране правильное название. Калкус.ru, оба раза через си. И ты идешь вниз, и там есть калькулятор инвестиций, пятая строчка сверху. У меня, ну, просто это у меня ранее использованное. Калькулятор инвестиций, найди. Калькулятор для инвестиций. Инвестиционный калькулятор сложного процента с пополнением, видишь? И вот смотри, мы высчитаем конечную сумму, конечно, стартовый капитал. Ну, например, давай возьмем 5000 рублей, небольшую сумму, хорошо? Срок, вот сейчас мы поставим с тобой 10 лет. И ставку, ну, например, 13% годовых. Сейчас это даже по нынешним временам вообще считать ничего, потому что даже облигации тебе там 15-16 дадут легко. Ну, давай посчитаем по 13%, хорошо? И раз в месяц мы еще докидываем по 5000. То есть не просто 5 положили, а вот ежемесячно мы, как почистить зубы с такой же, как некую рутинную задачу себе ставим. А в дополнительное вложение напишем 5000. Да, 5000 в месяц. Итого, смотри, нажимаем рассчитать. А за 10 лет, если бы мы просто копили в тумбочке, мы бы получили 600 тысяч всего лишь накопили, да? Ничего, считай. Но доход у нас составил еще 633 тысячи, видишь? Итого уже миллион 200 мы получили, если мы занимаемся инвестированием. Теперь, смотри, поменяй 10 лет на 15 лет. У нас было миллион 200, помнишь, да? Да. Вот, а если мы меняем на 15 лет, у нас уже 2700. То есть больше, чем в два раза выросла цифра, а срок не в два раза, а срок на пять лет, понимаешь? То есть срок увеличивается в полтора раза, а сумма больше, чем в два раза, понимаешь? Теперь посчитай на 20 лет. И на 20 лет у нас получается 5700. То есть 10 лет это еще раз миллион 200, а 20 лет это 5700. Вот как работает эта магия. И ты такой, офигеть. А если 10 тысяч посчитать, понимаешь? И вот ты сидишь, вот это считаешь, и тебе хочется этим заниматься. Так вот, к чему я все это рассказываю? Я где-то, наверное, в прошлом году проводила уроки с заместителем министра финансов по финансовой грамотности. Мы ездили в школы. И мы как-то раз были в подмосковной школе. Там были ребята-старшеклассники. Ну, они примерно уже там интересуются финансовой грамотностью. Сейчас тем более ее добавляют в школьную программу, в шкальную программу, эту финансовую грамотность. И мы проболтали с ними очень много. И под конец они меня спросили про инвестирование, потому что сейчас ребятам тоже интересно. Я говорю, слушайте, самое крутое, что есть у вас, самый крутой-крутой-крутой ресурс – это время. Время. Потому что, вот смотри, вот, например, мне сейчас 40. Так, вот я посчитала на 20 лет. Да, это классный результат. Ну, там, да, 5 миллионов 700 тысяч всего лишь из 5 тысяч в месяц вырастают. Да, то есть, ну, это здорово, это лучше, чем ничего. Да, скажем так, согласись, мы 5 тысяч, мы потратим, даже не заметим, что они были. А 5700 – это уже какая-то цифра. Да, я сразу слышу, естественно, возражение, что, а как же инфляция, а как же то, а как же это. Да, мы не можем посчитать сейчас наперед эту инфляцию. Но давайте посмотрим правде в глаза. 5 тысяч мы бы даже не заметили, куда бы ушли из нашего кошелька. А 5700 – это все равно будет некой цифрой. И даже если потом, ну, там, деньги, они будут все обесцениваться, ну, мы тогда уже и не 5 тысяч будем добавлять. Понимаешь, мы будем 10 тысяч, ну, закидывать, или 15 тысяч, и придем уже не к сумме 5700, а придем к другой сумме какой-то, еще более привлекательной, интересной, понимаешь? То есть, в любом случае это будет иметь эффект. А знаешь, что такое 6 миллионов, например, твой инвестиционный портфель, вот, если у тебя он есть? Это примерно, ну, даже как минимум, я бы сказала, плюс 50 тысяч прибавки в месяц к пенсии. Плохо ли? Много ли у нас пенсионеров имеют 50 тысяч в месяц пенсию? Я думаю, что очень немного. То есть, там, что-то от государства плюс 50 тысяч, вот, и уже ты молодец, понимаешь? Вот уже, как бы, можно не стоять возле, в кассе, там, у кассы, в монеточке считать, да, там, хватит мне на пирожок или не хватит, как медные бабушки иногда стоят. Поэтому у тех детей, у них офигенный ресурс в виде времени. Если у меня осталось, грубо говоря, до пенсии, там, даже не 20 лет, а 15, возможно, да, то у них, там, 30 лет есть и 40 лет есть, и они придут к еще более крутым результатам, если мы сейчас посчитаем на калькуляторе, вот. Обалдеть. Ксения, спасибо тебе огромное, это было безумно интересно. Кстати, если вы хотите больше информации, вот здесь мы укажем ссылочки на социальные сети Ксении, где можно все подробнее. Хорошо, подписывайтесь. Подписывайтесь, да. Спасибо большое, что были с нами, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!